Всем привет! И сегодня будем гонять на таком мощном трицикле от Tamiya. Посмотрим, на что он способен. Водитель, ты готов? И, конечно, говорит, готов! Вы смотрите! Я напомню, здесь стоит один сервопривод, 370-й мотор, система 2 в 1 у меня, аппаратура и регулятор скорости. И вот так он умеет. Задний привод, поворот происходит за счет именно наклона. И я понял, что мне надо сделать реверс. Ха-ха-ха! Стирин реверс. Оу! Еще прикол показываю. Хопа! Видели? Показываю еще раз. Завалился. И система автопереворота. Все. Ладно, поехали. Я построил мини-трек для него. И... Оу! Достаточно быстро. Нет, на этом треке надо объезжать конусы, а не сбивать их. Слушайте, прикольное управление. Ой-ой-ой, опять в конус. Опять в конус, опять в конус. Так, а давайте-ка максимальный... А, ну, в принципе, вот максимальный наклон. Дрифт. Нет, дрифта нету. Но конус избивает четко. Слушайте, прикольная штука. Ну, в плане того, что он, блин, своеобразный. Он интересный. Ха-ха! Чем меньше скорость, тем круче поворачивает. Вот, смотрите. Видели? Классно? Ссылка на него внизу есть, кстати, под видео. Но стоит недешево. Да, недешево. Китовая версия. Сборку смотрите на канале. Но управление такое отличается. Вот как бы жаришь, но по полной, но не повернешь. Видите, да? Хочешь так быстренько повернуть? Хопа сюда. Оп. То есть, чем меньше скорость, вот я напомню, тем круче поворачиваемость. Жух! И поэтому сложновато. Сложновато рассчитать угол именно поворота. Ты чуть-чуть убавил скорость, у тебя угол уже другой. О-о-о-о! Прибавил, угла как бы большого вообще нету. Блин, ну слушай, ну конус избивать ты вообще просто гораст. Желтый цвет обалденный. А то у них какой-то на коробке серебристый, но ни о чем. Воу! Кстати, давайте тормоза проверим. Смотрите. И... Фу-ху-ху-ху-ху! А тут как бы тормоза-то нет, тут газ назад ее сразу. Вот это здорово! И... Фух! Система автопереворота. Как у Traxxas. Давайте посмотрим, как поедет здесь. О-о-о! Разгоняемся. Бум! Помчали вверх. Бум! Блин! Так, поворотик, разворотик по прямой. Погнали. Бум! Опять въехали куда-то. Смотрите, показываю, как мы разворачиваемся. Хопа! Практически на одном месте. И теперь в обраточку. Пошпарили, пошпарили. Аккуратно. Проходим здесь. То же самое, только в ускоренном режиме. В нормальном темпе. На постоянной скорости. Сложно, сложно, сложно. И... Проехал. Сейчас. Дифференциал сзади. Сзади дифференциал. Не блокированы колеса абсолютно. Поэтому, если одно где-то зацепилось, то второе будет вращаться свободненько. И вы никуда не поедете. Типа-типу-типу-типу, аккуратно. И давай-давай. Опа! Аккуратненько. Опа! Аккуратненько. И... Мне сложно. Почему? Потому что одной рукой управляют. Да еще и аппаратура дурацкая. Уоу! Короче, трек для грузовиков не является... Не является! Не является треком для мотоциклов. Тихо. Здесь аккуратненько. В общем-то, да. Это не то. Добавернули. Если вы купили такую технику, не майтесь такой же фигней, как я. Не гоняйте по такому узкому треку. Иначе будете все сбивать. Вот так неплохо. Либо вот так вот медленно. Наворачивать круги. И все. Посмотрим, смогу ли я проехать по этому треку, но... Я что-то в этом сомневаюсь. Как бы не сбивая конусы, слушайте. А, ну вот так вот и все аккуратненько. Ну, видите, скорость ни о чем становится, если ты начинаешь аккуратничать. Как бы веселуха сразу заканчивается. Но если ты получаешь штрафные баллы за каждый конус, ты уже... Будешь весело гонять. В напряжении. Потому что реально нереально им управлять. Воу. Запутался. Не, блин, просто гонять вообще это другое. А гонять именно, чтобы ехать четко, это вам не на машине. Реально. Очень сложно. Очень сложно. Я говорю, угол прям дает непонятный. Непонятно, когда, где, какой угол будет. Я уже раскидал все конусы. Куча штрафных баллов мне. И я дальше продолжаю веселиться по полной. У-ху. Погнал. Давай. И... Опа. Видали? Хопа. Чух. Перевернулись. Блин, а прикольно то, что за ним бегать даже вообще никогда не надо. Он всегда перевернется и все автоматически. Фух. Класс. Слушайте, а. Пишите в комменты, друзья мои, что вы думаете об этом мотоцикле. Вы когда-нибудь видели такое? Я вам покажу просто размер. Может, вы не поняли. Но вот такой масштаб. Один к восьми идет. То есть, видите, у вас человек большой на самом деле. Но сам по себе маленький. То есть, вот он. Весь его размер. Гонять по какому-то... Ну, дома вряд ли вы погоняете. Но если у вас огромная квартира, конечно, и комната а квадратов так сорок, то вы можете нормально погонять. А так на каком-то пятачке, не знаю, вот как сейчас... Сколько здесь? Четыре на четыре метра. Да? Ну, тоже плюс-минус можно. Показываю его максимальную скорость с высоты. Двухбаночный липоаккумулятор стоит. Мотор штатный. Ну, сами понимаете, что не быстроходная техника. И быстро вы на нем не погоняете. Ой, аккуратненько вкормим в поворот. О, кстати, давайте-ка закрутим его немножко. Посмотрим. О, классно выглядишь. Газку даешь сразу ближе ко мне, газ отпускаешь. Ой, газ отпускаешь ближе ко мне, газку даешь, и он подальше отдаляется. Ну, что я вам скажу, штука прикольная, интересная, но достаточно дорогая, я считаю, для своих целей. Ну, если вы зарубитесь с кем-то на таких же мотоциклах, то это будет интересно. Но как себе один такой мотоцикл покупать смысла вообще не имеет. Потому что, ну, поиграетесь, да, и все, внешний вид прикольный, и все. Но лучше купить какую-то полноценную уже тачку, которая будет реально гонять быстро, да, и вы будете получать удовольствие постоянно. Здесь, к сожалению, такого нету. В общем, штука своеобразная и на любителя-ценителя. Ссылки внизу, друзья мои, есть, так что, ой, опять завалились. Заходите, смотрите и делайте правильный выбор.